Сегодня покажу, как сделать из этого это. Чтобы стать новичком в картостроительстве, понадобится мод Simple Map Editor. Ранее рассказывал о нем в выпуске о щитах, но не сказав, что с его помощью можно строить свои острова и изменять ландшафт. Это делается с помощью нумпада, а так как его у меня нет, то в настройках переключаем на более простое управление. J, K и L. Это все управление. Нажимаем на L и опа, дерн поменялся. Но меня интересуют не каменные, а биом поляны. Тут поможет клавиша K. Каждое ее нажатие T-биома будет меняться. На какое именно подсказывает робот. А вот и трава. Хотя не, все-таки каменные тут лучше смотрятся. Кнопка G поможет отмотать обратно. Промотая слишком далеко, покажутся биомы с водой. Ух, да так можно устроить глобальное потопление. Хоть себе новый путь в море проделай. Все без труда, главное только перезагрузить сервер, нажав на F2. И чпок, твоя дорога готова. Если не перезагружать сервер и встать на этот биом, в принципе никаких проблем не будет. Разве что случайно можешь выпасть за границей и утонуть. Мод позволяет ставить абсолютно любой биом из обычного Дон Старва. Вот тебе хоть старый океан. Руинная плиточка. Да вон, даже есть биомы из горджа. Поставлю под тобой океан. Опачки, и свин утонул. А вот это пранк, да? Дорогой циклоп. В смысле, ты тонуть-то собираешься? Ясно, бессмертно. Пранк работает только над всякими персонажами и над свинками. Каждый картостроитель должен уметь настраивать свой мир. Убирать гонщик, деревья, бабочек, птиц. Выключать боссов. Это однозначно облегчит процесс постройки. Ведь не придется удалять эти прелести вручную. А еще сильнее его облегчит этот мод. Включая его, при создании мира будет появляться лишь один маленький островочек в огромном океане. Прямо как чистый холст для художника. Поздравляю, ты умеешь создавать биомы? Новичок. Создал поляну в океане. И что дальше? Нужна атмосфера. Сейчас покажу, что да как, построив лобби к играм с подписчиками. Когда к тебе приходят гости, их нужно встречать с почтением и роскошью. Иначе, зайдя в некрасивый мир, захочется нажать селктов 4. Лобби уже есть, однако сделать его более таинственным не помешает. Порылся немного на вики с дернами и выбрал вот такой. Мутировавший грибковый биом. К сожалению, SimpleMap Editor пока не поддерживает ультрасовременные биомы. Но мне не жалко, могу вручную все сделать. Выдаю команды побольше этой земельки. Возвращаемся на вики и смотрим, где этот биом есть. В лунном гроте. А в лунном гроте есть лампочки, грибы и водопады. Спавним. Что мы имеем по итогу? Такое красивое место отдыха. Если что, вещи эти добавлены с помощью декоративного мода. И эта палатка тоже. Всем советую этот мод. Добавляет множество приколов, которые когда-нибудь где-то напрягодятся. Прошу любить и жаловать Фред. Если к нему не подходить и не бить, то все будет вполне нормально. Немного прикольных мух, которые летают и разбавляют атмосферку. Надеюсь, Фред с ними подружится. Статуи. А главное, шляпки. Для первых двух зашедших игроков. Последний штрих. Огромнейший водопад. По такому же шаблону построю всю остальную карту. Выбираю биомчик. Нахожу объекты, которые в этом биомчике есть. Копирую их ID. И спавню свой мир. Главное не забыть про смысловую нагрузку. Теперь ты среднячок. Но ведь хочется стать профи. Тут уже поинтересней. Первое. Телепортация игроков в любую точку. Чтобы все работало, нужен мод на координаты. Включаем, встаем на место, куда хотим в будущем телепортироваться. И записываем циферки в эту команду. Первые сюда, а вторые сюда. Главное не забыть указать номер участника, которого хочешь телепортировать. Хм, построить отдаленную тюрьму и телепортировать туда всех негодных. Гениально. А ты знал, что максимум к твоему миру может подключиться только 6 человек? А если хочешь больше, эта модификация порешает все проблемы. Включаешь ее в лобби игры. И теперь количество с 6 увеличилось до 12. Есть, конечно, и улучшенная версия, но 64 человека навряд ли твой комп потянет. Среди 12 человек оказался один злостный читер, который пользуется всякими читерными модами. Что делать? Правильно, установить античит. Включишь его, и игроки не смогут пользоваться большинством клиентских модов. Впрочем, как и ты. Вот этот мод сэкономит много нервных клеток. Как тебе, так и участникам. Нажимаешь на таб, и появляется стрелочка. Кликаешь, и тут парочка полезных функций. Первая – это невидимка. Поможет не путаться лишний раз под ногами. Вторая – режим бессмертия. Тебя не будут трогать всякие мобы, и не сможешь утонуть в воде. Полезно. Создать червоточины и сделать так, чтобы они телепортировали, достаточно просто. Вставляешь эту команду, и вместо икса пишешь любое число. То же самое со второй, только укажи другой номер. К сожалению, телепортировать пока не будут. Их нужно связать этой командой. Вместо первого икса вставляем номер первой червоточины. Вместо второго икса вставляем номер второй червоточины. Пожалуйста, можешь прыгнуть в один конец. Правда, обратно не выпрыгнешь, пока не ведешь эту команду, только поставив цифры наоборот. Не могу не рассказать об этой модификации. С ее помощью можно создавать спавнер любого существа. Как в Майнкрафте. Сюда пишем время, через которое он будет появляться, ID существа, и самое главное – размер. Ха, прикольно. Ни одна хорошая карта не обойдется без интересной задумки. К примеру, главная задача – пройти из точки А в точку Б. Это можно сделать обычным шагом. Скука. А если добавить немного оригинальности? Забег на время с извилистыми путями и червоточинами. И лишь одна приведет к финишу. Выберешь неправильно – придется сразиться со страшным монстром. Уверен, тебе быстро надоест строить одному. Поэтому делай это вместе с другом, выдав ему админку. Для этого в главном меню игры тыкаем сюда, папочка «Client Save» и создаешь файл под названием «Admin List». Заходишь внутрь и пишешь ку своего друга. Что это такое? Его можно узнать, зайдя в мир и нажав кнопочку «Backspace» на клавиатуре. Записываем, сохраняем, и теперь в каждом мире твой друг сможет строить все, что захочет. Главное я рассказал. Теперь о парочке второстепенных модов и команд. Введя эту билиберду, на месте курсора появится спавнер игроков. Этот мод уберет дороги, которые частенько мешаются. А этот удалит автосохранение. Третий позволит запретить играть на том или ином персонаже. Следующий при правильной настройке запретит рубить, копать и подобные действия. И последний не даст серверу восстанавливаться. Беспальв на спавне деревья, кремень и всякую всячину. Поздравляю, ты профессионал, и можешь строить карты не хуже меня. Правда, на это уходит очень много времени и сил. И лучше используй меньше модов, так как после каждого обновления они все ломаются. А еще лучше делать копию мира. Тык, выделение, копирование в другую папочку и твои миры в безопасности. А то очередное обновление может уничтожить твои труды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин